У нас прошла четвертая неделя сборов. Если так можно сказать про Еврокубки, понятно, что это в любом случае нелегко. Насколько сложно сохранять эмоциональную атмосферу в команде сейчас. Здесь, наверное, больше нагрузка не физическая, что касается, это больше психологическая. Но в этом плане надо отдать должное ребятам. То есть пока что никаких таких нареканий нет. Потихоньку с ума сходим, но это наша работа. Еще помнят, как дом вообще выглядел? Нет, не помню. Хотелось бы вспомнить уже. Насколько тяжело уже в таком рифме? Ну, как на сборах тяжело. Все равно всегда разбивалось. Хотя бы по две недели и переключаться. А так, конечно, уже, наверное, и по тренировкам где-то видно эмоционально, что и долговато затянулось, и смену обстановки хотелось бы. Перед первой игрой с юзилитянами получил травму Антон. Думали, что не так серьезно, но будет готовиться на вторую игру. Но время прошло, и пришлось Антона отправлять. Все равно не помощник, конечно, к сожалению, в этой игре предстоящей. Что касается хорошего, то вернулся Ваня. Ну, может, должен нам помочь. Ну, белорусские ребята, то есть и иканцы, и Гречи, они с нами что-то тренировались до этого. Гречи, в принципе, отыграл пол чемпионата. Поэтому, грубо говоря, там в отпуске побыл и вернулся. И вышли хорошо вдвоем на замену. Артем забил гол. Зоня добавил нам и какую-то еще мобильность. И, в принципе, хорошо влились. Какие ключевые моменты будете выделять, наверное, у соперников этой игры? Ну, в принципе, то, что ключевые моменты, что команда очень хорошо играет индивидуально. То есть каждый футболист может на месте обыграть, отдать передачу. Здесь надо будет быть сконцентрированными и сыграть в каких-то моментах где-то поближе. То есть не давать сопернику, наверное, применять свои сильные качества. Много от нас зависит в плане невыгрызных потерь, которые мы допускали. Сыграть более спокойно, надежно, качественно. Я думаю, что у нас обязательно появится шанс. И, естественно, в обороне еще надежнее, еще качественнее сработать на добро. Вторая игра у нас проходит без зрителей. Для нас это скорее плюс или, может быть, тоже минус? Знаете, с какой стороны посмотреть? Если брать с футбольной точки зрения, то хотелось бы с болельщиками даже и с чужими. Но если брать наши задачи, то, естественно, им больше помогает их трибуна. Поэтому в какой-то мере, я думаю, что должно быть полегче в плане вот такого атмосферы, в плане того, как болельщики гонят в свою команду. Посмотрим в четверг, плюс или минус. У нас был выходной, вот в этот выходной мы съездили в Иерусалим и на Мертвое море. Для ребят это тоже было интересно, познавательная экскурсия. Посмотрели все, что касается второго, остального свободного времени. То его не очень много, потому что есть тренировки у нас, и двухразовый режим есть, и есть теория. То есть в этом плане мы здесь не отдыхаем. Все равно хотелось бы пройти дальше, как бы это все не было сложно логистически, финансово, морально. Но это футбол, и тут такая ситуация, что у многих первые Еврокубки могут быть и последние. Поэтому хотелось бы пройти как можно дальше. Продолжение следует...